МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Кафедра экономика, учёта и учёта. Предмет корпоративной финансы, лектор Грибайва Курамай-Канашева. Рассмотрим с вами сегодняшнюю тему вопрос финансовый механизм организации. Финансовые отношения как объекты финансового управления характеризуются следующими чертами. Невыраженный денежный формник представляет собой совокупность выплаты поступления денежных средств, возникает от результата определенных хозяйственных операций, инициированных самим предприятием. Финансовые отношения организации – это внутренние и внешние. Внешние отношения с другими предприятиями, с организациями, с финансовой кредитной системой, внутренние отношения внутри предприятия, внутри объединения предприятий. Финансовый механизм организации – это система управления финансовыми отношениями через финансовые инструменты с помощью финансовых методов. В состав финансового механизма корпорации входят структуры, институты, процедуры, регламенты, инструменты, методы, нормативы, показатели. Финансовые методы можно определить как способ воздействия определенным финансовыми рычагами на финансовые отношения и процесс корректирования деятельности. В число финансовых методов относятся финансовый учет, финансовый анализ, финансовое планирование, регулирование, финансовый контроль, систему расчета, кредитования, налогообложения, материальное стимулирование, ответственность, страхование, залоговые операции, трастовые операции, лидинг, оренинг, профортуринг и другие. К структурам относятся функционально-структурные подразделения корпорации, отвечающие за процессы управления его финансами. Названия этих структур могут быть различны – финансовое дело финансово-аналитические службы, службы финансового директора, но выполняемые функцией ведения. Функциями финансовой службы являются разработка предложений по формированию финансовой политики предприятий, разработка финансового плана для реализации финансовой политики, контроль за исполнением финансового плана и движением денежных потоков, составление отчетности о финансовых результатах. Задача финансовой службы – разработка финансовой стратегии, составление и реализация финансово-кредитного и кассового плана, контроль за движением денежных потоков для обеспечения прибыли, повышения рентабельности и удовлетворения производства социальных потребностей, контроль за эффективным использованием внеоборотных активов, за доведением размера оборотных средств до экономически обоснованных норм. Организация расчетов за готовую продукцию, контроль за выполнение планов по продаже продукции и прибыли, своевременное исполнение обязательств перед финансовыми, налоговыми органами, кредитными организациями, поставщиками, партнерами, по выплате заработной платы и других обязательств, вытекающих из финансового плана, анализ финансового состояния предприятий, выработка предложений по изменению текущей финансовой деятельности, составление отчетности о реализации разработанной финансовой стратегии и соответствующих финансовых показателей. К процедурам относятся как внешние, так и внутренние законодательные, нормативные и регламентирующие документы, формализующие взаимоотношения участников финансовых отношений. В состав инструментов, применяемых руководителями и специалистами финансовых служб, входят различные методы планирования, прогнозирования, анализ, регулирование и контроль, нормативы и показатели. В состав инструментов, применяемых руководителями и специалистами финансовых служб, входят различные методы. Планирование, прогнозирование, анализ и так далее. Часть хозяйственного механизма – это совокупность формы методов управления финансовыми компаниями в целях достижения максимальной прибыли, представляет собой финансовый механизм. Финансовый механизм состоит из об систем, управляющих и управляемых. Через систему финансовых рычагов, показатели, управляющие системой, можно оказывать влияние на хозяйственные деятельности предприятия. Финансовые показатели используются при анализе, планировании, управлении финансами и разделяются на показатели оценки имущества на состоянии предприятия, показатели ликвидности и платежеспособности, показатели структуры капитала, показатели состояния оборотных средств, показатели рентабельности. Управляемая система, финансовые методы, финансовые инструменты, правовое обеспечение, информационно-методическое обеспечение. Финансовые инструменты. Это от базовых инструментов, применяемых в банковской сфере, финансовых отделов, промышленных и торговых фирм. В первую очередь это фьючерсные контракты, финансовые опционы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы. Правовое обеспечение финансового управления. Это регулирование финансовых аспектов создания и функционирования капельмонатической деятельности. Налоговое регулирование. Регулирование порядка амортизации внеоборотных активов. Регулирование денежного обращения и форм расчетов между фирмами и организациями. Регулирование валютных операций, осуществляемых фирмами. Регулирование инвестиционной деятельности. Регулирование кредитных операций. Регулирование процедур банкротства организации. Информационное обеспечение финансовой деятельности предприятий представляет собой процесс целенаправленного непрерывного подбора соответствующих информативных показателей, необходимых для принятия и исполнения эффективных управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности. Показатели, включаемые в информационную базу финансового механизма, группируются по видам источников информации и с учетом специфики деятельности предприятий могут быть представлены следующими группами. 1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны. Они предназначены для прогнозирования возможных изменений во внешней среде, функционирования предприятий при принятии стратегических решений в области финансовой деятельности. Формирование системы данных показателей основывается на данных государственной статистики. К этой группе относятся следующие показатели. Денежные доходы населения, вклады населения в банк, индекс инфляции, учетная ставка Центрального банка, то есть Национального банка, объем бюджетного дефицита, профицита, объем денежной эмиссии в рассматриваемом периоде. 2. Показатели, характеризующие отраслевую принадлежность предприятия. Это общая сумма использования капитала, в том числе и собственного капитала, общая сумма активов, в том числе и оборотных, объем произведенной и реализованной продукции, объем нераспределенной прибыли, индексы цен на продукцию отрасли и другие показатели. 3. Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка. Они служат для принятия управленческих решений в области формирования портфелей долгосрочных финансовых инвестиций, осуществления краткосрочных финансовых вложений и других операций. К ним относятся объемы и цены сделок по основным видам фондовых инструментов, сводный индекс динамики цен на фондовых рынках, кредитная ставка отдельных банков, депозитная ставка отдельных банков, официальные курсы отдельных валют, курсы купли и продажи отдельных валют, установленные банками. Формирование системы показателей этой группы основывается на публикациях периодических изданий, фондовой и валютной биржи, а также на соответствующих источниках электронной информации. Четвертая группа – показатели, формируемые из внутренних источников информации предприятия по данным управленческого финансового учета. Система показателей составляет основу информационного обеспечения финансовой деятельности предприятия, включая их в себя. Показатели характеризуют финансовое состояние и результаты финансовой деятельности предприятия в целом и по отдельным структурам подразделения. Нормативно-плановые показатели связаны с финансовой деятельностью предприятия. Вот рассмотрим данный вопрос темы. Благодарю за внимание.